Заключение никак не помешало Лоту Гули вести свои криминальные дела. Проблем с кадрами не было. Еще во время своего пребывания на воле, главарь лично отбирал каждого члена своей команды. Его ставленники успешно заняли позиции в Санкт-Петербурге, Саратовской, Свердловской и Самарской областях, подмяв из себя значительную часть регионального рыночного бизнеса. В 2014 году Гули удалось получить контроль над тремя крупными московскими рынками. Этому предшествовала его победа над прежним смотрящим и своим врагом, авторитетом Зауром Алиевым, Зайко, который в свое время позволил себе недецеприятное высказывание в адрес Алифова. Гули сразу мстить не стал, а занял выжидательную позицию. Шанс отыграться выпал Гули в конце 2014 года, когда вооруженный до зубов Зайко и четверо его охранников попались в руки полиции. После задержания Зайко угодил в матросскую тишину. А уж Гули позаботился, чтобы обидчик попал в нужную камеру. Находящиеся там зэки сторонники Салифова избили Заура, объявив, что его рынки отныне переходят в ведомство их шефа. Кстати, сам вор в это время наблюдал за расправой своей камеры посредством скайп. Надзиратели почему-то не заметили компьютера в его камере.